Привет! Это арт-студия Единорог и я Инна. Сегодня мы с тобой будем рисовать розу. Очень легко и просто. Ну что, давай пробовать? Давай для начала отметим в листе, где у нас будет располагаться бутон нашей розы. Вот так. Теперь смотри, что я делаю. Очень внимательно смотри, я буду рисовать очень просто, чтобы у тебя все получилось. Потому что роза в принципе сложный цветок и кажется, что нарисовать ее сложно, но на самом деле мы с тобой будем рисовать ее очень легким способом. Я ставлю в серединку. Рисуем специально карандашом, чтобы у тебя была возможность исправить, если тебе не понравится, а потом будем обводить все маркером. Я ставлю в середину карандашик и начинаю рисовать волнистой линией спираль. Вот так. Хаотично, как тебе захочется. Просто волнами вот так спираль закручиваем. Где-то больше волны, где-то меньше волны. Так. Остановились. Вот. А снизу мы нарисуем видимую часть бутона. Вот так. Смотри, что мы теперь делаем. Мы вот эти линии, чтобы было понятно, что этот цветок. Подводим вот так. Опускаем до нижней линии. Вот. Ну и там уже можно не опускать. Вот. Здесь мы нарисуем у нашего цветочка основание. Такие у розы бывают вот здесь. Листочки маленькие. Дальше мы нарисуем стебель. Вот такой. На стебле шипы. И нарисуем с тобой листочки. Листочки у розы как у крапивы. С иголочками. Таким. Если у тебя не получилось, можно стереть. Попробовать еще раз нарисовать. Пока у тебя не получится то, что тебе понравится. Если ты не успеешь, жми на паузу. Пробуй. Пусть у тебя все получится. И тогда уже продолжай с нами дальше. С этой стороны тоже нарисуем листочки. Также не забывай подписываться на наш канал и ставить лайки. Мы будем благодарны тебе за лайки. Вот так. Ну что, начнем нашу розу раскрашивать. Берем маркер и все то же самое делаем маркером. Обводим, чтобы у нас роза получилась яркая. Стараясь делать все аккуратненько. Можно мини-маркером, можно фломастером, можно гелевой ручкой, черным карандашом. То, что у тебя есть. Просто волнистая линия. Видишь, как все легко и просто получился красивый цветок. Сейчас мы еще с тобой его закрасим и у нас будет отличная роза. Нижнюю часть бутончика и вот эти линии. То, что я тебе говорила. Вот, видишь, видно сразу, что у нас цветочек из бутончика растет. Здесь мы нарисуем эти листики. Зеленые, зеленые будут. Здесь есть чашечка такая. Ну и стебелек с шипами. Роза у нас срезана. Вот такой круглый срез у нее будет. Так, листочки. Один листочек. Второй листочек. Не обязательно раскрашивать фломастерами. Можно раскрашивать теми инструментами, которые тебе нравятся. Если ты можешь нарисовать эта краска, ты можешь восковыми мелками. Я просто показываю на примере фломастеров. Немножко уже у меня маркер плохо пишет. Не такая яркая линия. Но ничего. Вот мы обвели нашу розу. Теперь стираем все линии построения. Они нам больше не нужны. Берем. Посмотри, в моих фломастерах очень много розового цвета. Есть розовый, есть красный. Вот здесь, если посмотреть. Я буду рисовать розовую розу. Возьму все розовые цвета, какие у меня есть. Если у тебя нет такого количества розового цвета, бери просто одним и закрашивай все одним цветом. Я тебе объясню, как можно потом сделать немножко разный цвет. В середине у нас всегда будет темнее цвет. Поэтому я возьму вот самый темный цвет. Распределим по цветам. Вот видишь, у меня разные. Беру самый темный цвет и начинаю закрашивать. Так, вот несколько мы с тобой тут слоев лепесточков закрасим таким цветом. Так, а еще вот смотри, вот эта темная часть внизу, она, как правило, всегда будет темной. Но ты можешь закрашивать одним цветом. Так, вот. Дальше я беру посветлее марки. Фломастер у меня не сильно по цвету отличается, но в конечном все равно будет видно на рисунке, что посветлее. И также несколько лепестков в рядах пройдусь таким цветом. Закрашиваем аккуратненько, не торопясь, не залазим никуда на соседние листья. Так, теперь возьму вот такой розовый цвет и буду закрашивать им. Вот видишь, у нас такой переход от темного к светлому. Всегда внешняя часть будет светлее у цветка, потому что на нее попадает больше солнца. Вот так сделаем. И последний самый вот таким самым светом. Он немножко отличается, он не такой холодный, он потеплее, но цвет для контрастности нам подойдет. Вот так, аккуратненько. Вот видишь, как красиво уже получается. Вот эту часть, которая выглядывает из-под бутона, мы возьмем и нарисуем самым темным. Если у тебя нет такого темного фломастера, можно нарисовать одним тем, которым ты закрашиваешь, и несколько раз потом закрасить сверху, и он будет тогда выглядеть темнее. Так, а теперь еще вот сделаем, знаешь что с тобой? Вот мы закрашивали фломастером и вдоль этой линии вот так еще разочек пройдемся, чтобы видно было, что это тени на лепесточках. Чуть-чуть совсем. Она тогда станет еще более объемной. Вот видишь как? Возьмем тем же просто фломастером, которым закрашивали, я уже не помню каким закрашивала, и просто вот вдоль этой линии чуть-чуть еще добавим теней. Ну и последнее самое розовое. С фломастерами все очень просто, вот так. Так, ну теперь начнем закрашивать наш стебелек. Возьмем зеленый цвет. У розы темно-зеленые стебельки и листья, поэтому я беру самый темный зеленый. И просто закрашиваю все зеленым. Стебель, и листья, и шипы. Листочки можно тоже, конечно, немножко разными раскрасить, чтобы она еще интереснее. выглядела. Давай попробуем сделать так. Если у тебя есть несколько разных цветов, бери прямо разные. Можно, например, в одном листочке нарисовать свет и тень. Вот половину листочка одним цветом, половину другим. И видно сразу, что вот эта часть в тени, а эта на солнце. Наоборот, вот тут снизу в тени. А этот под освещением. Если у тебя нет нескольких разных фломастеров, рисуй одним. Просто закрашивай полностью. Вот этот листик будет под розой, поэтому его нарисуем темно-зеленым. Вот такая роза у нас с тобой получается. Посмотри, как мы просто и легко нарисовали розу, красивую, живую, такую красочную. Все очень просто. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, тебе понравился наш урок, и у тебя получилась очень красивая роза. Ставь лайки, не забывай подписываться на наш канал. И до новых встреч! Пока-пока!